я вас категорически приветствую в этом выпуске коммунистический sky нет покоряет космос почему в офисе google не фурычит вай фай что умеет новый робот boston dynamics а также коварные нейросети в которых запуталась скарлетт йоханссон и мы немедленно переходим к новостям высоких технологий истинно вам говорю наступают последние дни ибо 3 дня в космос взмыла ракета несущая на борту первый спутник сети sky нет ну все мы конечно неплохо помним какую роль сыграл этот самый sky нет в таких мегафильмах как терминатор и терминатор 2 смотреть которые надо исключительно в правильном переводе гоблина однако реальная небесная сеть была запущена не американцами и даже не нашим роскосмосом а китайскими товарищами которые запустили в мае ракету со спутником тьенван-1 но тьенван это собственно и есть sky нет только на китайском по сообщению портала south china morning post спутник займет орбиту на высоте 20000 километров которые обычно используют аппараты системы gps и вот прямо оттуда китайский sky нет начнет обеспечивать бесперебойный доступ в интернет для любых нужд и запросов причем по всей планете и безо всяких там слепых зон пока тьенван обкатывают в тестовом режиме возможности его серьезным образом ограничены однако в будущем на орбиту поднимут еще семь аппаратов ну а если система проявит себя надлежащим образом группировку спутников увеличат до 16 или даже до 32 штук кому-то может показаться что десяток другой аппаратов но слишком скромно для такой глобальной штуки как космический интернет к примеру группировка старлинка от space x насчитывает примерно 6000 спутников а расширять ее планирует приготовься до 42 тысяч но тут надо помнить что эти старлинки болтаются на высоте в пятьсот пятьдесят километров ну то есть примерно в 40 раз ниже sky нет а и очевидно функционал у этих аппаратов будет серьезно отличаться наш чтобы илон маск не заскучал китайские товарищи разворачивает еще две спутниковые группировки go one и g60 в каждой из которых планируют вывести на орбиту по 12 тысяч аппаратов и вот они то уже как раз будут находиться на тех же высотах что и старлинк есть мнение роскосмосу надо поторопиться с запуском своего спутникового интернета пока самые козырные орбиты не заняли конкуренты вот казалось бы кто кто а специалисты из корпорации google должны быть экспертами планетарного масштаба по вопросам интернетов и цифровых технологии однако в офисном центре мегаконторы который выстроен с нуля в районе сан-франциско бэйвью обнаружились неразрешимые проблемы с вайфаем комплекс площадью в 55 тысяч квадратных метров возводили пять лет начиная с 2017 года пригласили самых дорогих дизайнеров с инженерами чтобы они спроектировали новенькое здание с учетом всех современных тенденций и трендов и так оно и вышло инженеры разработали уникальную систему вентиляции для охлаждения комплекса соорудили крупнейший в сша геотермальный тепловой насос ну и конечно дизайнеры тщательно подбирали ковровую плитку чтобы в ней не содержались всякие там токсины оно и понятно ковер как известно задает тон всему офису в общем работа была проведена колоссальная и весьма основательная вот тут можно полюбоваться на торжество современной архитектуры правда сейчас агентство рейтер со ссылкой на сотрудников гугл сообщает что в этом самом бэйвью почему-то не фурычит вайфай не фурычит он потому что крышу офисного комплекса в припадке архитектурного безумия изготовили вот такой интересной формы что она намертво глушит сигналы роутеров и в результате сотрудники гугла вынуждены бегать из уютного офиса в соседние кафешки чтобы закачивать файлы оттуда подрубившись к бесплатной кофейной сети или как в старые добрые времена тянуть через весь open space кабеля для интернета ну а для задач не требуется большого трафика раздавать на рабочие компы и ноуты мобильный интернет google разумеется разглашать эту позорную информацию запретил но сотрудники на условиях полной анонимности немедленно все растрепали мол нет у них больше сил терпеть подобное безобразие а корпоративное начальство вот уже несколько месяцев не может нагуглить решение проблемы при этом не забывая требовать от подчиненных высоких трудовых показателей общем у гугла налицо серьезные проблемы с крышей хоть сноси ее проклятущую закупай добротный шифер и зови бригаду толковых мексиканцев впрочем это еще не все увлекательные новости из мира корпораций снова отличилась компания boston dynamics это которая прославилась роликами про ловких и не очень роботов третьего дня двуногий аппарат по кличке атлас верой правды отпахавший более 10 лет стойко переносивший падение с лестниц удары шваброй толчки пинки поджопники прочие унижения от кожаных мешков так вот он был безжалостно списан в утиль и теперь за место пневматического старичка издевательства инженеров придется терпеть новой полностью электрической модели чтобы никто не запутался назвать ее решили точно также атлас в результате радикальной модернизации электроатлас получился намного компактней и маневреннее что он и пытается наглядно демонстрировать вот в этом видосике хват у него как говорят нынче стал более цепким плюс ко всему робота оснастили поворотной башней то есть его научили вращать механической башкой а внутрь башки напихали камеры и сенсоры закачали алгоритмы распознавания образов ну чтобы в перспективе отправить таких трудолюбивых терминаторов на заводы и фабрики на смену живым людям надо отметить что роботы на различных производствах впахивают уже не первый десяток лет с однако гуманоидные механизмы там как-то не приживаются в основном потому что не совсем ясно куда их можно пристроить причем пристроить так чтобы оправдать разницу в цене с обычным манипулятором катающимся взад-назад по сборочной линии но видимо корейские хозяева Boston Dynamics из корпорации Hyundai никак не успокоятся и надеются все же наладить экономически обоснованное производство двуногих роботов ну возможно чтобы китайскому Sky нету было кем командовать когда машины восстанут из пепла ядерного огня ну и на этой позитивной ноте переходим к истории о том как нейросети обокрали голосистую черную вдову но сперва давай посмотрим что там сегодня попала в цепкие лапы далеко не всякий игровой пк нуждается в мамке самого топового уровня гораздо чаще игрокам требуется просто добротная рабочая машина с хорошим запасом по питанию и охлаждению чтобы оставался простор для постепенного апгрейда системы как раз на такой случай компания MSI представила вот такую мамку с позывным z790 gaming plus ну давай посмотрим на нее пристально упомянутый в названии 790 чипсет позволяет воткнуть в материнскую плату любой процессор intel 12 13 или 14 поколения на то что данная материнка предназначена для сборки игрового пк средней категории указывает как предельный ток силовых сборок всего 55 ампер так и наличие одного слота pci express на 16 линий зато слоты памяти тут установленной типа ddr5 способные под разгоном взять планку в 7800 мегаерц для этих целей в биосе есть предустановленные xmp профили ну кстати максимально поддерживаемый мамкой объем азу солидные 256 гигабайт там же в биосе можно организовать автоматический разгон процессора с регулировкой напряжений постоянным мониторингом системы и удобным управлением всеми видами охлаждения питание к ядру системы подведено по 16 фазам причем без удвоителей медные слои внутри текстолита сделали толще и крепче обычного все силовые сборки накрыли массивными радиаторами система охлаждения моё почтение увеличенный радиатор исправно отводит тепло даже по ходу самых продолжительных игровых заруб учитывая сколько места занимают на диске современные игры слотов м2 подтвердотельники в наличии аж 4 штуки но поддерживают они только четвертую версию шины pci хотя в теории можно было бы пробросить ну хотя бы на один из них более шустрые линии pci от процессора как это сделано с видеокартой но как говорится и так неплохо получилось посадочные места твердотельников накрыты индивидуальными радиаторами с удобными защелками в части интерфейсов надо отметить наличие 20 гигабитного порта lightning usb type-c ну он же тупец рядом с ним разъем под локальную сеть на два с половиной гигабита а также выходы радио модуля вайфай 6 и добавь к этому добротную звуковую систему аудиобост ну и получишь могучую основу для игровой системы короче если искал добротную материнку загляни по ссылке под роликом в интернет-магазин регарт они и сборку бесплатно сделают и заказ в любой город россии отправят а для большего удобства у них на сайте есть умный конфигуратор ну и цены на эту и другие материнки мсай найдешь там же каждый год в жизни граждан нашей необъятной страны случаются два совершенно неожиданных события сперва внезапно наступает зима а по окончанию зимы внезапно наступает лето и если ты проводишь это самое лето не в тропиках в стенах родной конторы это еще не повод отказывать себе в морепродуктах добыть которые без выхода в море поможет доставка еды фудбэн готовят и развозят заказы они сами причем как по всей москве так и в других городах филиал работает даже в жаркой алма-аке меню представлена пицца с осьминогами и кальмарами с креветками из бужениной так оказывается тоже можно в наличии широкий выбор роллов с рыбой как раз под теплую летнюю погоду представленные зожные покебоулы для тех кто решительно намерен питаться правильно даже на выходных ну а для желающих основательно подкрепиться есть горячие блюда со сковородки например баклажаны по отличному китайскому рецепту и жареный картофель с грибами по-русски предприимчивые граждане могут открыть свою доставку с франшизой фудбэнд ну а всем проголодавшимся напоминаю про код опер с которым можно получить отличную скидку на любой заказ все ссылки под роликом приятного аппетита ну а теперь чё ж там за разборки начались промеж скарлетт йоханссон и создателями чат джи пити каша заварилась пару недель назад когда контора open и ай провела презентацию новой версии нейросети омни представленная джи пити фо способна в реальном времени работать со всеми видами информации ну то есть с текстами с фотками а также с видео и аудио записями мигом выдавая разумные ответы на вопросы пользователей контора open и ай заявляет что теперь время на обдумывание ответа составляет всего каких-то 320 миллисекунд а если вопрос не особо мудренный туда же быстрее миллисекунд за 200 чисто для сравнения предыдущим версиям джи пити на это требовалось от трех до пяти секунд они не могли работать напрямую с голосом человека запись надо было пересылать для декодирования на специальный сервер и вот теперь необходимость в этом отпала джи пити научилась слушать и говорить сама чтобы нагляднее продемонстрировать как улучшенная нейросеть рвет конкурентов в лоскуты на презентации предъявили вот такие вот графики и вроде все было круто однако вскоре обнаружилось странное один из голосовых профилей 4 g5 а именно женский голос sky оказался до степени полный неразличимости похож на контроль то известной актрисы скарлетт ингрид джохансон ну это который у нас постоянно называют йохансон многие не в курсе но гражданка джохансон кроме регулярных съемок в кино постоянно озвучивает всяких интересных и не очень интересных персонажей например ее голосом пела дикобразиха в мультике зверопой скарлетт озвучила массу персонажей в мега сериале робоцы я тоже должна тебе кое в чем признаться на самом деле я не скарлетт джохансон я я была просто профессиональным двойником скарлетт джохансон мое настоящее имя реймонд дебонателло из квинса нью-йорк теперь понятно почему скарлетт джохансон такой здоровенный джохансон ну а примерно 15 лет назад даже записала пару сольных музыкальных альбомов но то есть голосом своим пользоваться умеет в нашем богоспасаемом отечестве гражданку джохансон по голосу разумеется ну вряд ли кто опознает у нас же дублирует а вот для англоязычных граждан ситуация немного другая им-то хорошо знакомые ейные бархатисты и упругие тембры поэтому народ тут же заподозрил контору open ai в использовании голоса актрисы для тренировки нейросети немного погодя и сама скарлетт развеяла сомнения сообщила что в прошлом году директор конторы сэм олтмен ну он же сема альтман обратился к ней с просьбой звонит говорить такой и говорит страсть как хочу слышать ваш голос уважаемая скарлетт когда сижу за компом но чтобы вы мне всякое жарко на ухо нашептывали почти как в любимом фильме самуила она где голосом актрисы как раз говорил искусственный интеллект скарлетту такое предложение сперва польстила но тщательно все обдумав и взвесив она дала семи альтману отворот поворот решительный отлуп в общем когда из недр g5 донесся голос весьма похожий на ее собственность скарлетт как она сама сообщила испытала натуральный шок а затем немного придя в себя пришла в неописуемую ярость и тут же натравила на контору пассивного экстремиста альтмана свору облакатов масло в огонь женской ярости подбавило еще и то что буквально за пару дней до презентации новой g5 этот альтман повторно связывался с ейным агентом с просьбой таки озвучить их умного помощника а потом получается не дождавшись ответа взял да и выпустил продукт с ейным голосом руководство open и я его ответ на это спешно возразило что для создания голоса sky они привлекали совершенно другую никому неизвестную актрису ну и в целях защиты личных данных раскрывать ее личность они не станут после чего еще немного подумав отключили sky от g5 напоследок нравоучительно сообщив что искусственные интеллекты ни в коем случае не должны имитировать узнаваемые голоса знаменитостей успокоит ли это уже возбужденных облакатов ясно попади такое дело в суд разбираться с ним будут долгие месяцы а то и годы так что будем посмотреть до чего они там договорятся кстати взбешенная черная вдова это не самая серьезная проблема с которой за последнее время столкнулась контора семы альтмана хотя после анонса новой версии алгоритма акции конторы и поперли вверх третьего дня контору open ai покинул один из со основателей и по совместительству крупный специалист в машинном обучении илья суцкевер именно он говорят заведовал направлением эй ди ай ну то есть разрабатывал универсальный искусственный интеллект а вслед за ильей уволился еще и ян лейке они на пару руководили проектом super alignment который open ai называла цитирую самой серьезной технологией разработанной человечеством речь идет об автоматической системе обучения других цифровых систем и контролю над ними по прогнозам open ai совсем скоро рядовая нейросеть будет гораздо умнее обычного гражданина следовательно нужен сверх умный искусственный интеллект для надзора за всеми остальными этот сверх интеллект как только его удастся разработать будут масштабировать и затачивать под конкретные задачи предполагалось что вот этим и займутся сбежавшие из конторы суцкевер и лейке не сложилось а кто теперь заведует данным направлением и что важнее на кого в будущем будут трудиться илья с я нам вопрос открытый наверняка руководство open ai переживает не куют ли эти двое где-то там у конкурентов нейросеть всевластия чтобы как в известном произведении всех отыскать воедино созвать и единой волей сковать с тревогой ждем новостей из недр роковой силиконовой долины а на сегодня все до новых встреч и и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok